Таргейм Геймс Стар Конфликт и давным-давно опубликованная пародия на знаменитый рок-н-ролл рейсинг Сеги Блейз Раш. Кому интересны эти старинные видео, ссылки оставлю в описании. А еще данная компания намутила вариацию на самую знаменитую пошаговую стратегию шахматы, в которой на этот раз воюют не приевшиеся войска, а самые, что ни на есть силы нижнего яруса. Заявили о своих правах за знавшимся изнеженным мировым господством господам, которые, как обычно, тут ни при чем, потому что сегодня мы поговорим о другом проекте этой же компании, удостойной почетного места на моей ретро-полке, который вы уже давно просите меня его туда поместить. Экс-машина Экс-машина Мы тоже когда-нибудь вспомним, но это как-нибудь в другой раз, сейчас речь не о ней. А говорим мы сегодня о старенькой игре, в которой сплетаются несколько жанров аркады, RPG, ну и, скажем, квестов. Под руководством наших цепких лад находится не что иное, как грузовик, который достаточно обильно может быть увешан огнестрельными аргументами, ну и шелезяками, отражающими вражеские претензии. Если спросить меня, с чем бы я сравнил данный проект, то моим ответом, конечно же, были бы старенькие бандиты Phoenix Rising и довольно свежий безумный Макс. Так как во всех этих играх мы имеем дело с какими-либо постапокалиптическими последствиями и в большинстве своем функционируем какой-либо непонятно сконструированной вооруженной техникой на каких-либо пустошах. И раз уж в данной игре апокалипсис уже наступил, то игра не может быть нерассюжетистой. Начинается все с того, что нашего героя отчим объявляет совершеннолетним, что довольно странно. В общем, я решил, что настало время твоего совершеннолетия. Действительно, что тянуть-то? Чувак уже могет, а паспортом от стола в постапокалипсии нет. В общем, наш герой впервые отправляется самостоятельно порулить по бездорожью, отстреливая попутно встречающихся и агрессивно настроенных бандитов, чтобы выполнить поручения отчима и немножко на мир посмотреть. И когда первая вылазка, казалось бы, состоялась удачной, возвращается домой, в котором чересчур тепло, а чрезмерно перегретый отчим доводит для нас, что он отчим, а настоящего отца необходимо срочно найти. И мы на этот раз уже абсолютно самостоятельно отправляемся на поиски, параллельно изучая мир. Что там и как происходило по сюжету далее, спойлерить не буду, если вдруг кто-то захочет самостоятельно все это дело пройти, так как игра наполнена закрученными различными сюжетными поворотами. А вот о контенте и геймплее с удовольствием расскажу. Игра разбита на несколько локаций, символизирующих различные уголки мира. Ну там немного русского, французского, палестинского, африканского и даже фэнтезийного, так как присутствуют города типа Амидгард или Асгар. Все эти города нас приветливо встречают, раздавая нам различные задания, как сюжетные, так и второстепенные для заработка. Ну а заработок мы абсолютно во всех играх прекрасно знаем, как тратить. Во-первых, это конечно же тачки, которые по ходу игры прогрессируют в размере, броне, скорости, опциях для установки вооружения и прочих ништячков, полезных для выживания. Особенно порадовало присутствие автомобилей Белас и Урал. Причем Урал для меня оказался в приоритете. И каждую машину можно апгрейдить, заменяя кабину и кузов, которые достаточно весомо могут позволить добавить огневой мощи. А с вооружением разработчик не поскромничал. Я даже не стал считать, сколько разновидностей оружия в игре существует, которая делится на пулеметы, дробовики, энергетическое, взрывное. Я, конечно же, больше всего люблю пулеметы, поэтому сконструировал себе вот такого вот пулеметного Урала, которого хватило практически до конца игры. Но любую конфигурацию автомобиля каждый может создавать свою, в зависимости от того, как он предпочитает бороться с врагами, которые причем также имеют достаточное количество разновидностей. И при этом все эти разновидности появляются абсолютно рандомно, что, в принципе, не дает скучать в бою. Да и к некоторым боссам нужен определенный подход. Ну а вот что нынче может вызвать некое раздражение, это перемещение по локациям, по которым нас постоянно гоняют. Да и вообще, раньше была не модная фишка с быстрым перемещением. Поэтому до каждой цели всегда добираемся в ручном режиме, любуясь живоугольными пейзажами и настырными врагами. Вообще, весь процесс игры довольно сильно затягивает. Узнав или приобретя что-то одно, всегда охота узнать, что же можно намутить дальше. И вот такая тенденция в те времена была явно не редкостью. И вот когда про экс-машину я сказал все, что хотел, хочу сам себя поймать на слове, а то вечно копаюсь, про что же сделать следующий видос. И чтобы не тупить над спинском предложении, вот то, что давно просили в следующее видео по игре Insane 2. А почему именно она? Да потому что это тоже проект Targame Games. Давайте уж еще посмотрим, чего умеют делать наши разработчики. А сегодня вам спасибо за то, что досмотрели до этого момента. Всем удачи и до скорого!